Субтитры делал DimaTorzok Итак, еще раз отмечу, что Алексей Иванов на первой стартовой позиции. Сейчас таблицу зрители нашей прямой трансляции могут видеть на своих экранах. Обратите внимание, что преобладают гонщики в классе Суперспорт, выступающие на мотоциклах Ямаха. Но также есть у нас спортсмены и на Хондах, как Макар Юрченко, показавший второй результат. Лучшим представителем Кавасаки стал Александр Павлов, расположившийся по итогам квалификации на четвертой стартовой позиции. Ну а в первом ряду вместе с Алексеем Ивановым, пожалуй, его главный соперник Макар Юрченко и Дмитрий Седин. Хотя Седин и уступил Иванову с Юрченко по итогам квалификации достаточно много, но тем не менее, конечно же, в гонке сделает все возможное для того, чтобы навязать борьбу своим конкурентам. Кстати, для Дмитрия Седина весьма неплохо сложился этот сезон в российском Супербайке в классе Суперспорт. Он стал вторым по итогам чемпионата, уступив только Алексею Иванову. Итак, Алексей Иванов, Макар Юрченко и Дмитрий Седин на первой линии стартового поля. Здесь у нас два гонщика на Ямахах и между ними Макар Юрченко на Конде. Далее, на второй линии стартового поля также два представителя мотоцикла в Ямахе. Это Никита Калинин, он начнет гонку с четвертой позиции, и Дмитрий Андреев, он на шестой стартовой позиции. Ну, а между двумя этими спортсменами Александр Павлов расположился по итогам квалификации, он выступает на мотоцикле Кавасаки. Следом, на седьмой стартовой позиции Вячеслав Невмержецкий, также представляющий Марко Ямаха, еще один гонщик, выступающий на этом японском мотоцикле Сергей Отмахов по итогам квалификации на восьмом месте и дополняет стартовую решетку на девятой позиции Александр Буряков на Кавасаки. Так что у нас два представителя на мотоциклах Кавасаки, два гонщика на Кавасаки, один на Хонде, ну а остальные, соответственно, выступают на Ямахах. Протяженность гонки составит 15 кругов по трассе длиной 3 километра 932 метра. Сейчас вы видите, что уже представители команд, механики, инженеры и фотографы в том числе покидают стартовую решетку, поскольку буквально через несколько мгновений судья вот это сейчас происходит, поднимает табличку с цифры 1. Это означает, что лишь одна минута остается до начала прогревочного круга. После прогревочного круга гонщики снова займут свои места на стартовой решетке в соответствии с завоеванными в квалификации позициями и по сигналу светофора начнется первая гонка сегодняшнего дня. И хотя кто-то может заметить, что не так много участников, лишь 9 на стартовой решетке, ну это, я думаю, ни в коей степени не ослабит градус интриги в борьбе. Как говорится, главное в данном случае может быть не количество, а именно качество, и борьба обещает быть очень интересной. Но главной интригой, пожалуй, все-таки должна, конечно же, стать дуэль между Алексеем Ивановым и Макаром Юрченко, который представляет Казахстан, представляет трассу «Сокол», которая строится близ Алматы. И организаторы этого проекта надеются, что удастся привезти в Казахстан. В ближайшие годы, правда, пилиндарь мирового муниципального чемпионата и так уже разросся до пределов после включения в следующем году в Антон-При Таиланда, а через год возвращения финского этапа. Но, тем не менее, будет, конечно, очень здорово увидеть появление этапов мирового чемпионата в странах бывшего Советского Союза. И, конечно, хотелось бы, чтобы в ближайшие годы и MotoGP впервые приехала в Россию и вернулась также на трассу Московой серии мировой супербайк. Но кубы губернатора Московской области, я думаю, по крайней мере, по накалу борьбы сегодня должен стать не менее зрелищным и интересным, чем соревнования статуса чемпионата мира. Итак, гонщики отправились на прогревочный круг. А это означает, что буквально уже полторы минуты, может быть, чуть больше остается непосредственно до старта заезда. Мы с вами присутствуем на трассе Московской рейсовой близ Волоколамска, рядом с деревнями Федюкова и Шелудкова, где расположен этот гоночный комплекс, самый современный в московском регионе. И в третий раз он принимает кубу губернатора Московской области. Сегодня 2 сентября 2017 года. Три гонки сегодня мы с вами увидим. Помимо заездов в классах суперспорт и супербайк, также новинка этого кубка губернатора. Это гонка спортивных гоночных школ, студент кап, но она состоится чуть позднее, уже после финиша основных заездов и выступит в роли такой своеобразной гонки поддержки к основным классам. Ну а пока участники категории суперспорт завершают прогревочный круг, уже находятся на так называемой прямой возвращении, в конце которой жесткое торможение. Пожалуй, это самая горячая точка трассы Москва-Рейсвей и чаще всего именно здесь предпринимаются попытки обгонов, атаки. И я думаю, что немало интересного именно в этом месте после прямого возвращения перед выходом на главный премик трассы Москва-Рейсвей мы увидим и сегодня. Прогревочный круг завершен. Лидеры уже занимают свои места на первой линии стартового поля. Алексей Иванов на Ямахе под номером 61, Макар Юнченко на Хонде под номером 76 и Дмитрий Седин на Ямахе под номером 95. Далее во втором ряду располагаются Никита Калин, Александр Павлов и Дмитрий Андреев. Дополняют решетку Вячеслав Немержецкий, Сергей Отмахов, Александр Буряков. Зеленый флаг в конце решетки все готово, все внимание на светофоры, гаснут огни и понеслась. Начинается заезд, борьба за преимущество в первом повороте. Макар Юнченко пытается поравняться с Алексеем Ивановым, но в итоге Иванов достаточно уверенно реализовал преимущество по позиции и сохранил за собой первое место во первом повороте, но в комплексе поворотов арена. Сейчас Макар Юнченко висит у своего соперника буквально на заднем колесе, так что здесь борьба только набирает обороты. Так что посмотрим, ждем, ждем мы, конечно же, главные интриги, развитие главной интриги класса Суперспорт. Дуэли между Алексеем Ивановым и Макаром Юнченко. Они в нынешнем сезоне уже скрещивали шпаги между собой на некоторых этапах российского чемпионата. Но посмотрите, сейчас в их борьбу номеровается также вмешаться и Дмитрий Сейдин, который в середине первого круга дистанции, в начале самой такой техничной части трассы Моску-Рейсовой, предпринял атаку на Макара Юнченко в борьбе за вторую позицию. Но похоже, что Макар Юнченко этот наскок отбил и вторую позицию сохранил, при этом не отпустил вперед лидера этой гонки Алексея Иванова. Но действительно стоит отметить, что, по крайней мере, в дебюте заезда Дмитрий Сейдин держится практически вплотную за двумя лидерами и от них не отстает. Так что сейчас в начале заезда можно выделить тройку лидеров, остальные все-таки уже составляют группу преследователей и в конце первого круга проигрывают где-то около секунды первой тройки. Ну а лидеры уже готовятся завершить первый из 15 кругов дистанции. Сейчас все внимание к последнему повороту, из которого первым выходит Алексей Иванов, стартовавшись по оппозиции. Он возглавляет пилотон. Макар Юнченко по итогам первого круга уступает ему менее секунды. Дмитрий Сейдин держится на третьей позиции в полутора секундах от лидера, ну и в свою очередь около семидесятых. Он уступает второму месту Макара Юрченко. Далее на четвертом месте после первого круга дистанции Никита Калинин. Так что свою позицию, завоеванную в квалификации, он удержал в начале гонки. Позади Никиты Калинина сейчас идет Александр Павлов, Вячеслав Невмержетский и Александр Буряков. Вот такое вот положение в настоящий момент. Но, естественно, это только самое-самое начало этой гонки, только самое начало борьбы. Ну и пока борьба набирает обороты, причем любопытно отметить, что сейчас в группе лидеров наиболее острая ситуация возникает в сражении за вторую позицию, поскольку Иванов от своих преследователей начинает отрываться. А вот Макару Юрченко создать преимущество над Дмитрием Сидиным пока что не получается. И Дмитрий Сидин по пятам преследует Макара Юрченко и готовит атаку. Пока дело до атаки не дошло, я еще раз напомню для зрителей, которые присутствуют здесь на трибунах, непосредственно на трассе Москва-Рейсовой, что призываем вас участвовать в... Точнее, оставлять голоса в конкурсе Russian Racing Dolls. Это конкурс Grid Girls, поскольку важно будет в конце дня почитать голоса симпатии зрителей и подвести итоги и также этого соревнования между Grid Girls гоночной командой. Но вернемся к событиям, которые сейчас разворачиваются непосредственно на трассе. Подходит к завершению второй круг дистанции. Поздно оттормаживается Макар Юрченко после прямой возвращения перед финальным поворотом трассы со сносом заднего колеса. Но, несмотря на все попытки, Макару не удается. Пока что приближаться к Алексею Иванову. Более того, преимущество Иванова только растет. И вот после второго круга Иванов выигрывает сейчас у Юрченко уже 2,5 секунды. Но, в свою очередь, Макару Юрченко пока что не удается сбросить с заднего колеса своей «Хонды» Дмитрия Седина. Именно борьба за вторую позицию сейчас является самой такой острой и плотной в лидирующей группе. В то время как Алексей Иванов просто не знает себе равных. На его счету лучшее время прохождения круга. Ну и достаточно сказать, что это лучшее время. 1 минута 39,728 секунды на почти 2 секунды быстрее, чем результат Макара Юрченко, который занимает вторую позицию. Вот такое вот преимущество в скорости у Алексея Иванова. Ну, конечно, стоит отметить, что, наверное, все-таки Иванов знаком с этой трассой лучше. Лучше Макара Юрченко, хотя и Макар здесь уже выступал, но все-таки Алексей Иванов здесь принимал участие практически во всех гонках российского чемпионата, которые проходили на Москву Рейсвей и, конечно же, многочисленных трек не атаки. Так что с этой трассой он прекрасно знакомый. Можно даже вспомнить, что 2 года назад, по-моему, это было, когда Алексей Иванов перед решающей гонкой, перед финалом сезона, который проходил здесь же на Москву Рейсвей, попал в аварию. Вот, подобно Валентина Росси, повредил ногу. Но, тем не менее, все-таки вышел на старт ключевой гонки и тогда выиграл сражение с Сергеем Крапухиным за чемпионский титул. Набрал необходимое количество очков. Тем временем Алексей Иванов, представляющий команду ЦСКА ДМС «Панавто», завершил уже третий круг дистанции, показав на нем новое лучшее время в этом заезде. 1 минута 39,580 секунды. И преимущество Алексея Иванова по итогам только что завершившегося круга составляет уже более 4,5 секунд. Так что более секунды на одном только последнем круге Иванов выиграл у ближайших своих преследователей. Плотная борьба за вторую позицию продолжается между Макаром Юрченко и Дмитрием Сединым. Но пока что сохраняется статус-кво и Дмитрий Седин, скорее так скажем, присматривается к своему сопернику. Возможно, ищет наиболее слабое место на трассе. И вот что это мы видим. Да, борьба плотная, борьба плотная сейчас между двумя соискателями второй позиции. Вот она, атака следует в настоящий момент. На подъеме здесь это один из самых таких отважных поворотов трассы к Москву Рейсуи. В начале среднего техничного отрезка трассы и первая такая реальная попытка атаки была именно в этом месте со стороны Дмитрия Серина. Но все-таки завершить успешно этот маневр ему не удалось. И пока что огонщик команды ВЛ-65 Рейсинг Тим остается позади представителя коллектива СПБ Рейсинг Тим Макара Юрченко. Александр Павлов, как и Дмитрий Сидин, наступающий за команду ВЛ-65 сейчас на четвертом месте. Но он уже серьезно остается в первой тройке. Так что пилотон у нас разделился, ну можно сказать, на три такие группы. Первая группа это Алексей Иванов в гордом одиночестве. Он продолжает лидировать. Вторая группа самая интересная. Здесь дуэль за второе место. И вот она атака. В конце прямое возвращение. Дмитрий Сидин пытается здесь, допустим, на торможении переиграть Макара Юрченко. Но все-таки пока что статус-ход сохраняется. Макар Юрченко держит оборону и сохраняет второе место. Но при этом его отставание от лидера Алексея Иванова уже подбирается к 7 секундам. 7 секунд после пяти кругов, конечно же, это очень много. Алексей Иванов блестяще ведет эту гонку, никаких ошибок не запускает. И имеет существенное преимущество над своими преследователями. Но посмотрим. Гонки вещь непредсказуемая. Малейшая потеря концентрации, ошибка и технический отказ может перечеркнуть всю работу, которую проделал Алексей Иванов и его команда ЦСКА ДМС и Панавка по ходу этого гоночного уикенда. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, продолжается, продолжается гонка в классе Суперспорт, которая открывает гоночную программу Кубка губернатора Московской области 2017 года. Продолжается и борьба за вторую позицию. Еще одна попытка со стороны Дмитрия Седина опередить Макара Юрченко. И, наконец-то, ему удалось это сделать. Смена позиции в борьбе за второе место. Дмитрий Седин из команды ВЛ-65 Рейсинг Тим опережает Макара Юрченко. И сразу после главного прямяка удается даже ему немножко оторваться, поэтому нет возможности у Макара Юрченко сразу провести контратаку. Ну, а что касается лидера, им остается Алексей Иванов. И, несмотря на то, что его преимущество и так более чем комфортное над преследователями, ну, Алексей Иванов вовсе не снижает своего темпа. Стабильно каждый круг он проходит быстрее 1 минуты 40 секунд, при том, что никто из других гонщиков, даже из одной сорока, из одной сорока одной даже еще не вышел. Вот такое вот преимущество в скорости у Алексея Иванова. Вне всяких сомнений, он главный паварин, но еще даже до экватора дистанции, даже до середины гонки не добрались спортсмены, поэтому большая часть заезда еще впереди. Так или иначе, константируем, что сейчас ближе к середине дистанции Алексей Иванов опережает Дмитрия Седина уже почти на 9 секунд. Но вот посмотрим, может быть, Дмитрий Седин сотворит чудо, опередив сейчас Макара Юрченко и получив оперативный простор перед собой, как знать, может быть, удастся ему приближаться к Алексею Иванову. Конечно же, пока что это что-то из области фантастики, учитывая темп Алексея Иванова по ходу этой гонки, но, тем не менее, случиться может всякое. Итак, Седин теперь на второй позиции, Макар Юрченко занимает третье место. Четвертым идет Александр Павлов, но при этом его отставание от лидера составляет уже свыше 23 секунд, а от первой тройки, соответственно, он отстает примерно на 15 секунд. Сергей Атмаков на пятом месте, далее Вячеслав Невмержитский, шестой Александр Буряков на седьмом месте, Дмитрий Андрей и Никита Калинин дополняют протокол. Сейчас на восьмой и девятой позициях в настоящий момент. Что касается Никиты Калинина, по всей видимости, возникли у него какие-то проблемы, потому что Никита Калинин стартовал с четвертой позиции и вначале эту четвертую позицию удерживал, но сейчас откатился на самое последнее место. Может быть, какие-то технические неполадки на его мотоцикле, может быть, была ошибка, которая привела к большой потере времени. Но так или иначе, Никита Калинин последний, и даже ближайшему своему сопернику проигрывает более семи секунд. Алексей Иванов продолжает уверенно лидировать. Посмотрим, у него преимущество будет по окончании очередного круга дистанции. Сейчас молодой угонщик команды ЦСКА ДМС по нафто завершает очередной виток борьбы в этой гонке, завершает очередной круг по трассе Москорейсовой. Шесть кругов позади уже пройдено у Алексея Иванова. Начинает он с седьмой круг дистанции. Его преимущество было 10 секунд над... Кстати, вновь Макар Ютченко. Между делом, Макар Ютченко снова опередил Дмитрия Седина. Поэтому борьба за вторую позицию продолжается. Седину обогнать Ютченко не удалось от него оторваться. И вскоре Макар Ютченко провел успешную контратаку. Вот эта пара сейчас на экранах трансляции. Безусловно, именно дуэль за второе место становится главным украшением первой гонки сегодняшнего дня. Гонки в классе суперспорта. Этот дуэль продолжается сейчас на прямое возвращение. Готовят сейчас атаку вновь в борьбе за оппозицию. Дмитрий Седин на Макар Ютченко. Оба тормозят максимально поздно перед последним поворотом. Но при этом оба удерживаются на оптимальной траектории. Ошибок не допускают на выходе. И Ютченко сохраняет пока что вторую позицию. Но его отставание от лидера составляет уже более 12,5 секунд. Ну и нельзя не отметить, что сейчас уже лидер подобрался к экватору дистанции. Половина гонки позади. Но еще ровно столько же нужно пройти до финиша, до клетчатого флага. Алексей Иванов лидирует 12,6 секунды. Его преимущество над парой Ютченко и Седин. Основное внимание операторов на трассе. Режиссера трансляции приковано, конечно же, к этой дуэли. Но не забываем мы и о других спортсменах. И о лидере, конечно же. Но вот так частенько бывает, когда в той или иной гонке какой-то есть уверенный лидер, который в гордом одиночестве возглавил Платон. И зачастую его показывают гораздо меньше, чем преследователи, которые ведут между собой борьбу. Конечно же, именно к борьбе приковано основное внимание публики. И вот такой главной дуэлью этой гонки становится сражение между Макаром Ютченко и Дмитрием Сединым. Перед стартом мы ожидали возможной дуэли между Ивановым и Ютченко. Но в итоге получилось несколько иначе. И здесь на кону второе место были между Макаром Ютченко, представляющим сегодня команду СПБ Рейсинг Тим, и гонщиком ВЛ-65 Рейсинг Тим Дмитрием Сединым. И очень неплохо. Дмитрий Седин выходит из предпоследнего оборота трассы на длинную прямую возвращение. Сейчас попытается он добавок здесь использовать эффект воздушного мешка позади мотоцикла своего соперника. Но нет, судя по скорости, все-таки на прямике чуть выше она у Макара Ютченко. Поэтому на торможении перед последним поворотом своего соперника он на дистанцию атаки не подпустил. Очередной круг дистанции позади. Восемь уже завершили лидеры. Причем только что Алексей Иванов показал новое лучшее время круга в этом заезде. 1 минута 39,335 тысячных секунды. Кстати, Макар Ютченко, только что завершив этот круг, показал свой личный лучший круг в этой гонке. Но это, внимание, 1,41 и 1. То есть это почти на 2 секунды медленнее, чем у лидера. Ну и, соответственно, преимущество Алексея Иванова увеличилось уже до 14,5 круга. Ну и вот темп Макара Ютченко как раз на экранах трансляции сейчас был вашему вниманию. Можно было проследить, как менялась его скорость на последних кругах. И Макару Ютченко действительно вот сейчас удалось, может быть, чуть лучше вкатиться в трассу. Но, по крайней мере, темп ему улучшился. И в том числе относительно Дмитрия Сидина также. Макару Ютченко не только удалось обратно вернуть себе вторую позицию, но даже сейчас он создал себе небольшое преимущество. И около семидесяток на последней отсечке было между двумя соискателями второго места в этой гонке. Что касается дальнейшего положения в пилотоне, то здесь пока что без серьезных изменений. Ну и сами гонщики все-таки растянулись по трассе. Вот если не брать в расчет борьбу за вторую позицию, то в дальнейшем пока что борьба скорее позиционная. Александр Павлов на четвертом месте. Он уступает свыше 20 секунд первой тройки. Но выиграет две с половиной секунды у своего ближайшего конкурента. Сергей Отмахов, это вполне комфортно по меркам мотогона. Еще в 10 секундах позади на шестом месте идет Вячеслав Невмиржецкий, который в свою очередь почти уже на 20 секунд опережает Дмитрия Андреева из команды ДМС. И далее пилотон дополняет Никита Калинин и Александр Буряков. И вот здесь только изменение. Никита Калинин, который в первой половине гонки потерял все позиции, из четвертого места откатился в хвост пилотона, сейчас начинает постепенно выбираться обратно. И Александр Буряков, гонщик команды Мультимотор, он только Мультимотор только что опередил. И, соответственно, это позволило Никите Калинину выйти на восьмое место. Александр Буряков замыкает протокол на девятом месте. Ну и также нельзя не отметить, что все спортсмены, лучшие на старт этого заезда, все девы и гонщиков продолжают заезд. И будем надеяться, что всем удастся добраться до финиша. Но в каком порядке, мы с вами узнаем в течение ближайших минут. Уже началась вторая половина этой гонки. Алексей Иванов приближается к завершению десятого из пятнадцати кругов дистанции, но его преимущество только продолжает расти. И здесь, наверное, даже с точки зрения Иванова, его лидерства, наверное, главный вопрос в настоящий момент связан с тем, какой лучший круг он сумеет показать. Завтра ему подобраться уже к отметке в 1.38. Сейчас лучший круг у Алексея Иванова 1 минута 39,335 тысячных секунды. Но думается, что это еще не предел. Вот эта картинка сейчас на прямое возвращение, которую можно увидеть на экране трансляции, она действительно отлично иллюстрирует преимущество Алексея Иванова, который просто-напросто не знает себе равных. Посмотрим, какой отрыв будет в конце черного круга Алексея Иванова над ближайшими преследователями. Макаром Юрченко и Дмитрием Седином. Ну и накал борьбы в возражении за второе место чуть-чуть снижился, поскольку Юрченко на последних кругах удается отрываться у Дмитрия Седина. Вот Макар Юрченко проносится по главной прямой. Раз, сынок, урисы, завершает очередную часть дистанции, уступая Алексею Иванову уже более 18,5 секунд. Ну и на последнем круге еще 2 секунды Алексей Иванов у своего ближайшего конкурента сумел отыграть. Так что Алексей Иванов уверенно продолжает лидировать. Ну и, пожалуй, только собственная ошибка какая-то невероятная или технический отказ может помешать этому гонщику, представляющему команду ЦСКА ДМС по нафто, одержать убедительную, уверенную победу в первой гонке сегодняшнего дня. Еще раз отмечу, что сейчас на трассе Москва-Рейсовой соревнуются в рамках Кубка губернатора Московской области участники 600-кубовой категории «Суперспорт». Алексей Иванов на первой позиции, Макар Юрченко и Дмитрий Седин дополняют первую тройку. О, Александр Павлов идет далее на четвертом месте. Ну и пока что без изменений. Единственное, что в ближайшее время может измениться, это положение четвертой позиции, поскольку здесь Сергей Отмаков начал приближаться к Александру Павлову. Менее двух секунд уже между гонщиками команды ВЛ-65 и Q-Team. И также Никита Калинин подбирается сейчас к седьмой позиции Дмитрия Андреева. Там всего лишь секунда осталась в борьбе за седьмую позицию между Дмитрием Андреевым и Никитой Калининой. Так что вот такие две дуэли могут произойти на последних кругах этой гонки. Что касается положения первой тройки, то здесь пока более-менее все понятно. Отрывы только растут. И вот в том числе в борьбе за второе место Макару Юрченко удается сейчас на последних кругах уже достаточно уверенно отрываться у Дмитрия Седина. Вот как раз эта пара сейчас на прямое возвращение. И примерно половину уже этого длинного прямяка Макар Юрченко выигрывает у Дмитрия Седина. 4,3 секунды был разрыв между ними в конце предыдущего клуба. Посмотрим, что будет сейчас по новым данным метража. Уже 8 секунд! Да, у Дмитрия Седина очень серьезно упал темп. Возможно, вот такой атакой в начале гонки, когда он пытался удержаться в темпе сначала Иванова Юрченко, затем боролся с Юрченко за оппозицию, он быстрее износил шины на своем мотоцикле. Может быть, конечно, и какие-то другие проблемы сказываются на темпе Дмитрия Седина. Но вот на последнем круге, только на одном последнем круге, он уступил целых 4 секунды Макару Юрченко. Что касается отставания Макара Юрченко от Алексея Иванова, то этот разрыв достиг уже 20 секунд. Ну, что здесь происходит? Неужели у лидера какие-то проблемы? Такое ощущение было, что сейчас Алексей Иванов замедлился, но возможно, что это не так. Давайте посмотрим. Вот такая щекотливая ситуация на трассе, но нет, похоже, что все-таки с Алексеем Ивановым, с его темпом все в порядке. Ожидаемся сейчас лидера на финише очередного круга дистанции. Уже 12-й круг готов завершать лидер в этой гонке. А Никита Калинин отыграл позицию между делом, опередив Дмитрия Андреева. По всей видимости, это как раз сбавил темп именно Дмитрия Андреева, а не Алексей Иванов. У Алексея Иванова с темпом все в порядке, никаких проблем. Так что паника была ложной. И более того, сейчас Алексей Иванов показывает новое, лучшее время круга в этой гонке. И выходит уже из одной тридцати девяти. Одна минута тридцать восемь целых восемьсот десять тысячных секунды. Только что этот результат показал Алексей Иванов. Двадцать три с лишним секунды он уже выигрывает у Макара Юрченко. В общем, такое преимущество позволяет, конечно же, Иванову даже уже сбросить скорость. Не гнать, а спокойно добраться до пинча, преодолеть финальные круги. Но на самом деле, и многие профессиональные гонщики об этом говорят, что когда специально начинаешь сбрасывать темп, поехать ниже своего ритма, зачастую из-за этого происходит как раз потеря концентрации. Гораздо легче поддерживать именно свой гоночный темп, который задан с самого начала. Потому что вот сбрасывая скорость и немножко расслабляясь, можно допустить ошибку гораздо проще, как это неудивительно, чем показывая более быстрый темп. Поэтому, в общем, Алексей Иванов как раз сейчас расслабляться вовсе и не намерен. Ну и кроме того, может быть, с точки зрения собственного такого спортивного интереса, он хочет проехать круг как можно быстрее. Ну и действительно, несмотря на то, что гонка уже подходит к своему завершению, накапливается, безусловно, и определенная усталость. А вовсе не прокладно сегодня в московском регионе. Достаточно теплая погода. И, разумеется, в гоночных комбезах достаточно жарко. Ну и плюс шины, конечно же, уже под конец дистанции начинают изнашиваться. Но это все не сказывается на темпе Алексея Иванова. Он с каждым кругом продолжает прибавлять. И посмотрим, может быть, сумеет проехать сейчас еще быстрее. Иванов завершает круг. Нет, вот этот круг как раз у него получился достаточно скромным. И едва ли не впервые со старта этой гонки Алексей Иванов даже из одной 41 выйти не сумел. Ну, может быть, как раз на самых последних кругах он решил чуть-чуть поберечь технику, сбросить темп. Действительно, преимущество Алексею позволяет это вполне делать. Макар Юченко и его ближайший преследователь только вот сейчас завершил очередной круг дистанции. Два, кстати говоря, всего лишь остаются два финиша. И между двумя лидерами почти 24 секунды разницы. Несмотря на то, что Алексей Иванов последний круг прошел гораздо медленнее, чем сам он во время предыдущих стадий этой гонки. Но, тем не менее, даже на нем он три десяточки еще у Макара Юченко отыграл. Еще больше, упрочив свое лидерство. Дмитрий Седин на третьей позиции. Он все дальше и дальше отстает от Макара Юченко. Уже 17 секунд ему уступает. И, соответственно, более 40 лидеру Алексею Иванову. Александр Павлов пока что удерживает четвертую позицию. Более того, он стабилизировал свое преимущество над Сергеем Отмаковым. Там в районе полутора секунд так и остается. Вячеслав Невмержецкий. Шестой Никита Калинин. Следом за ним идет гораздо быстрее. На последнем круге три секунды Никита Калинин у Вячеслава Невмержецкого сумел опередить. Но преимущество гонщика команды Bike Expert пока что составляет 8 секунд. Хотя, если по три секунды на двух оставшихся кругах будет отыгрывать Никита Калинин, то под самый финиш должен он успеть догнать Вячеслава Невмержецкого. Поэтому, может быть, на самом последнем круге, может быть, даже в самом последнем повороте, будет борьба за шестую позицию. Но вот, пожалуй, это, наверное, самая такая главная интрига, которая еще остается в этой гонке. Хотя за четвертое место тоже еще теоретически может развернуться борьба между Павловым и Отмаковым, но между ними секунды и примерно в одном темпе идут два спортсмена. Что касается Алексея Иванова, он уже завершил предпоследний круг дистанции. И лидер этого заезда, единоличный лидер, отправился на финальный круг гонки протяженностью чуть менее 4 километров. Так что Алексею Иванову до совершенно заслуженной победы осталось уже совсем немного. Перед началом финального круга он 25 секунд выигрывает у Макара Ютченко, который теперь в гордом одиночестве идет на втором месте после того, как в первой половине гонки выиграл дуэль с Дмитрием Сидиным. Ну, что касается Сидина, то хотя поначалу он действительно навязывал борьбу Макару Ютченко и в какой-то момент, мы помним, даже вышел на второе место, но затем начал терять темп и отстал от Макаря Ютченко уже на 26 секунд. Вот только-только Дмитрий Сидин пересек очередную отсечку и действительно его отставание уже очень серьезное. Между Павловым и Отмаковым пока что остается секунда. Калинин сократил свое отставание от Невмиржецкого до 5 секунд и оно наверняка сейчас еще сократится перед началом финального круга дистанции. Ну, а пока мы следим за Алексеем Ивановым, который уже начал в финальный сектор заключительного круга дистанции. Лидер этой гонки появляется на прямое возвращение до заветного клетчатого флага. Алексею Иванову осталось пройти только прямое возвращение и последний медленный поворот трассы, который и выведет его к клетчатому флагу. Итак, сейчас все внимание к последнему вороту. Мотоцикл номер 61 Алексей Иванов из команды ЦСКА ДМС Панавто одерживает уверенную победу первой гонки Кубка губернатора Московской области по кольцевым мото-гонкам 2017 года в классе Суперспорт Алексею Иванову. Чемпиону России этого года не оказалось равных. Так что действительно в нынешнем сезоне Алексей Иванов ставит жирную точку, демонстрируя, что в 600-кубовой категории сейчас ему равных просто нет. Ну а мы дожидаемся на финише остальных участников, которые серьезно отстали от лидера. Алексей Иванов, Макар Юрченко добирается до финиша на втором месте и отмечает второе место, подняв свой мотоцикл на заднее колесо. В итоге почти полминуты Макар Юрченко по результатам 15 кругов уступил победителю. И Дмитрий Седин сейчас, явно уже сбавив серьезно темп, приближается к финишу на третьем месте. Но третью позицию Дмитрий Седин должен удержать даже несмотря на падение темпа. Дмитрий Седин получает отмашку кличным флагам на третьей позиции. Нет, еще не получил. Это один из круговых сейчас. Соответственно, Александр Буряков и Дмитрий Андреев два гонщика, которые уступили круг лидеру. Ну а Дмитрий Седин, вот ему мотоцикл под номером 95, сейчас выходит на финишную прямую. Причем в самом последнем фронте Дмитрий Седин допустил небольшую помарку. Слишком широко заехал на полебрик и из-за этого едва даже не потерял контроль над своим мотоциклом. К счастью, обошлось и в итоге бронзовым призером гонки становится Дмитрий Седин. Четвертое место на финише удержал Александр Павлов. Сергей Отмахов получил отмашку кличным флагам на пятом месте. И Вячеслав Немержецкий и Никита Калинин сейчас добираются до финиша. Никита Калинин догнал Немержецкого прямо к финишу, но полсекунды не хватило Никите Калинину для того, чтобы отыграть еще одну позицию. В итоге Вячеслав Немержецкий шестой, Никита Калинин на седьмом месте. Дмитрий Андреев и Александр Буряков, уступив лидеру круг, замкнули пилотон на восьмой и девятой позиции. Первая гонка сегодняшнего дня, первая из трех завершена. Сейчас гонщики на круге почета возвращаются в боксы, а нас впереди ждет церемония награждения. Пока на экранах трансляции полные результаты заезда Кубка губернатора Московской области по кольцевым мотогонкам в классе Суперспорт. На наградной подиум поднимутся Алексей Иванов, Макар Юрченко и Дмитрий Седин. Через несколько минут встречаемся с призерами и победителем прошедшей гонки на пьедестале почета трассы Москва-Рейсовой. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова